По словам димитровградских эпидемиологов, в нашем городе случаи менингита единичные. Так, в прошлом году отмечен лишь один заболевший ребенок. Больше всего случаев у нас было в 2007 году, это последние 5 лет, скажем так, там было зарегистрировано 6 случаев. Сразу же при получении извещения, даже по предварительному диагнозу, мы в обязательном порядке проводим все мероприятия противоэпидемические. Источником заболевания является человек. Причиной заражения может стать очень тесный контакт в коллективе или слабый иммунитет у заболевшего. Менингит вообще очень серьезное заболевание. Оно характеризуется поражением оболочек головного мозга. И вызываться может разными причинами. Это могут быть как бактериальные причины, вирусы вызывают, но помимо этого могут быть какие-то травмы головы и другие, ну побочные причины. Менингит часто путают с простудой, ведь болезнь проявляется через сильную головную боль, повышение температуры до 39 градусов и не менее мышц шеи. Платой за легкомысленное отношение к здоровью может стать смерть, поэтому при первых же признаках заболевания необходимо вызвать врача. Что самое главное, ни в коем случае не заниматься самолечением. Никаких не давать ни таблеток, ничего, чтобы вовремя установить диагноз и вовремя начать лечение. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.